Сегодня День России, главный, национальный и один из самых молодых праздников в стране, который с каждым годом становится нам ближе. Для сотен и тысяч людей это еще одна возможность с гордостью сказать «Мы россияне», ощутив всю мощь великой страны. По традиции праздник проходит с размахом, митинги, шествия, концерты. В Костроме народное гуляние начались с самого утра, и первой точкой празднования стал сквер возле областной филармонии. А первыми гостями дня – костромские школьники, которые из рук главы региона получили самый важный документ в жизни любого человека – паспорт. Свидетелем почетной церемонии стала наша съемочная группа. От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля Одна ты на свете, одна ты такая Звуки государственного гимна звучат сегодня со всех праздничных площадок, объединяя тех, кто пришел поздравить друг друга открыто и эмоционально. Молодежь и ветераны, рабочие, педагоги, общественные активисты и даже иностранные гости, до которых 12 июня априори не государственный праздник. Все они собрались возле импровизированной сцены у областной филармонии. Мы здесь на празднике, но у нас еще второй праздник. Десятый юбилей дружбы между Кострома и городом Ахен в Германии. Первый раз я здесь. Очень хорошо. Мы просто пришли и нужно смотреть. С праздником России, всех жителей Костромской области и всей, всей России. Всем веры, надежды, любви. Любите отчизну, любите родину, любите друг друга, любите близких. И тогда у нас все будет замечательно. Этот год, он очень значимый год. Год 70-летия победы. Когда всему миру было доказано, что наша страна действительно могучая, сильная и достаточное государство, которому идти своим путем, своей дорогой. И я думаю, что наша главная задача сегодня – вот это передать нашим детям. И вот он ключевой момент, когда всеобщее торжество для нескольких его участников становится особенным. Это пятеро костромских школьников. Спортсмены, отличники и победители Олимпиад. Такие разные, объединенные лишь одним. Всем им недавно исполнилось 14 лет. Под многочисленные аплодисменты из рук главы региона они получили свои первые паспорта. Очень много эмоций. Это было очень большим сюрпризом. Мне должны были просто отдать паспорт, а потом сказали, что в такой торжественной обстановке. Это очень приятно, когда тебе такое внимание уделяют и уважают. И всем спасибо за такую организацию. Слова о силе и духе великой страны сегодня, в день ее рождения, буквально не смолкали. Исторических примеров тому масса. Одно из ярчайших событий – Великая Победа. Своего рода ее символами сегодня выступили те, кто появился на свет также в 1945-м. Но это не просто лишь ровесники Победы, а люди, много лет трудившиеся на благо родного края и добившиеся здесь значительных успехов. Я, конечно, тронут. Я очень доволен. А какие ощущения будут в день России? Вы что чувствуете? В общем, на празднике. Что живу в хорошей стране. Рад, что здесь. В завершении всех церемоний, тем не менее, празднования здесь, в сквере искусств возле областной филармонии, не заканчиваются. Игры, конкурсы, концерты продлятся до самого вечера. Между тем, многие костромичи уже отправились на Сусанинскую площадь, где совсем скоро произойдет официальное открытие Дня России в Костроме. Появление колонны курсантов Химакадемии в центре города, как своеобразный сигнал к старту официальных торжеств здесь, на Сусанинской площади, по случаю Дня России. Парад Костромского гарнизона принимает лично глава региона. Обращаясь к собравшимся, Сергей Ситников поздравил всех жителей области с днем рождения страны и призвал объединяться во имя ее процветания и благополучия, вопреки внутренним разногласиям, вопреки внешним вызовам тех, кому не нужна сильная Россия. За всю историю нашей страны, как бы она ни называлась, мы достойно отвечали всем внешним угрозам и всегда выходили победителям. Для нас сегодня принципиально важно, чтобы мы были вместе, чтобы мы были сплочены. Историческая правда заключается в том, что, несмотря на все внутренние проблемы, страна всегда вставалась, страна всегда поднималась и сохранялась, как великая держава. Уже по сложившейся традиции в этот день состоялось вручение наград Российского государственного военного историко-культурного центра. Их обладателями становятся коллективы и педагоги, внесшие большой вклад в развитие системы патриотического воспитания. В этом году по очрению удостоены 8 человек. День, который объединил людей разных возрастов, разных поколений, разных профессий, разных взглядов политических. Но вот во всем этом многообразии и сила нашей страны, сила нашей страны. И мы опять почувствовали себя единой нацией. Хочется жить, работать на благо России и гордиться нашей страной. Эстафету поздравлений и любимой страны с праздником приняли музыканты военного оркестра. Они исполнили песни военных лет и популярные мелодии. Редактор субтитров А.Семкин